МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вон там внутри все горит. В набережных Челнах взорвался автосервис. И как заместитель начальника отдела наркоконтроля в Елабыге улучшал показатели своей работы. Оставайся на свободе. Он может скрыться от следствия сюда, использовать свое служебное положение. Суд определил подозреваемому меру пресечением. Это не только в ближайшие 10 минут. На пересечении улиц Мира и Тополевая лоб в лоб столкнулись с Ладо Приорой и Шевроле Нивом. Предполагаемый виновник происшествия сказал, что поворачивая просто не заметил внедорожник, двигавшийся по всем правилам на зеленый свет. Рамиль Шайдулин увидел последствия. Ребята на поворот стояли. Не пропустили, не убедились. Водитель внедорожника признается, это его первая крупная авария. Говорит, ясно помнит, как именно все случилось. Ехал домой с улицы Мира на Советскую. На перекрестке остановился, горел красный. Как только начал движение, заметил, что прямо перед ним, в сторону улицы Тополевая, пытаются проскочить два автомобиля. Один из них успел, а вот со вторым столкнулись лоб в лоб. Удар был сильным, пострадал водитель внедорожника. Он жаловался на боль в колени и планировал обратиться за помощью к медикам. Второй же участник аварии своей вины не отрицает. Поворачивал на тополе, получается, и стояла машина на перекрестке. И я за ней как бы не увидел то, что вот ехал человек. Мужчина отметил, все произошло, потому что он просто не заметил внедорожник. Ехал с улицы Советская, на перекрестке хотел повернуть на тополевую, но не получилось. Сейчас участников аварии ждет разбор в ГИБДД. Оба из них надеются, что страховых выплат хватит на восстановление автомобилей. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. А на улице Декабристов столкнулись Рено Сандера и Лада Приора. Последний просто протаранил иномарку сзади. За рулем обоих автомобилей находились автоледи. И как призналась женщина, управлявшая Рено, она не сразу поняла, что произошло. Вторая же участница происшествия вину признавать не спешила. Анна Городнова продолжит. Ну, сначала она кричала на нас, конечно, тут. А потом так уж, чтобы она признала. Признать вину девушке-водителю Лада Приора все же пришлось, рассказывает водитель Рено. К тому же все было очевидно. Женщина рассказывает, они с дочерью направлялись по улице Декабристов домой. Правил, говорит, не нарушала. Но, несмотря на это, спокойно доехать не получилось. В какой-то момент сзади ее машину протаранил отечественный автомобиль. Мы даже сначала не поняли, что удар был. Что эта машина въехала в нас. То есть что-то стукнуло, а потом уже в зеркало посмотрела заднего вида, что тут оказывается у нас. А как сами не пострадали? Нет, слава богу, вроде. Трясет, но это нервы. Водитель отечественного автомобиля же от комментариев отказалась. Ну, не снимайте, пожалуйста, ладно? Участницы ДТП вызвали автоинспектора для оформления всех документов. Женщина-водитель Рено надеется, что страховая компания предполагаемой виновницы сможет полностью возместить затраты на ремонт ее автомобиля. И проблем у них с этим не возникнет. Ладу же, вероятно, придется восстанавливать за свой счет. Анна Городова, Новица Минязова, Константин Бушуев, ВИЗА-112. Еще одно серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Гвардейская и Адели Кутуя. Там Лада Приора столкнулась с Шевролей Лачете. По рассказам водителя последнего, он ехал по улице Гвардейская прямо на светофоре, думал, что для него горит зеленый, но подъехав ближе, увидел, что разрешен был только поворот. А скорость у него, отмечают, была прилична, поэтому остановиться и избежать столкновения не удалось. Второй участник аварии прокомментировать произошедшее не захотел. Стоит отметить, что удар был сильным, иномарка протаранила отечественный автомобиль в правый бок. Неисправное газовое оборудование «Газели» – такова одна из версий причин взрыва в автосервисе в набережных Челнах. Гаражный бокс в результате был разрушен, повреждены несколько находившихся рядом автомобилей. Все произошло накануне поздно вечером. Последствия этого взрыва и возникшего потом пожара спасатели ликвидировали до утра. Альбина Минибаева с подробностями. Взорвался строительный рынок. Точно я не знаю, что оно. Он там внутри все горит. Таким были первые комментарии очевидцев произошедшего взрыва. Сообщение на единый телефон вызова экстренных служб. 112 поступило в 22.20. Пожарные и спасатели работали на месте до 6 часов утра. По приезду было обнаружено горение автосервиса на площади 10 квадратов. И также была от взрыва разброшена часть конструкции здания. Масштаб разрушений стал понятен лишь днем. Сегодня на месте взрывы разбирали завалы. Осколки разбросало на десятки метров. Взрыв был такой силой, что обвалилась крыша и были смяты металлические перекрытия. Пострадали и рядом припаркованные машины. Я здесь рядом живу просто. Где-то в часах около 11, по-моему. Лихануло хорошенько. Ну и все. На балкон вышел, смотрю, здесь дым. Так вот, открытого огня большого сильного не было. На месте ЧП работали не только специалисты МЧС, но и эксперты по газовому оборудованию. Главной версией произошедшего является взрыв газового баллона, который буквально был скрыт, как консервная банка. Баллон старый, видно. Срок годности, я уверен, скорее всего, давно прошел. Перед свидетельствами каждые два года не проводился, потому что нет табличек на баллоне. То есть это вот, как она машина-то ездила, непонятно. Как рассказал пострадавший мужчина сотрудником МЧС, в момент взрыва он находился в гараже. Почувствовал запах газа и после того, как он решил открыть ворота, раздался громкий хлопок. Взрыв повредил четыре автомобиля. Один из них сгорел полностью. Водитель, который в этот момент был в гаражном боксе, сейчас находится в БСМП. Что же в итоге послужило причиной взрыва, предстоит выяснить следствию. После этого будет решаться вопрос о возмещении ущерба потерпевшим. Альбин Минебаева, вызов 112. Три человека погибли на пожаре в Чистополе. Трагедия произошла этой ночью на улице Мира. Прибывших на место спасателей встретили местные жители. Они сообщили, что в горящем помещении может находиться пожилой человек. При сильном задымлении пожарные оперативно ликвидировали открытый огонь. При разборе завалов они обнаружили тела трех погибших. При пожаре погибли 81-летняя женщина и ее 48-летний сын. Личность третьего погибшего сейчас устанавливается. По предварительной версии причиной пожара стала непотушенная сигарета. Переступил закон в погоне за служебными показателями. В этом не сомневаются следователи, подавшие ходатайство в Советский суд Казани об аресте заместителя начальника отдела наркоконтроля Елабужского отдела МВД. По версии следствия, 32-летний Марат Шахенуров неоднократно склонял знакомого к незаконному распространению наркотических средств. Тех, кто приобретал зелье, тут же предполагалось задерживать. Тем самым улучшая раскрываемость. Но о таком способе работы стало известно правоохранительным органам. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. Марата Шахенурова задержали 26 февраля в Елабуге. По версии следствия, теперь уже бывший полицейский для повышения показателя отдела пытался привлечь своего знакомого к распространению наркотиков среди наркозависимых. Согласно плану, получатели дели должны были быть задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Впрочем, знакомый на такой шаг не пошел и сообщал обо всем сотрудникам полиции. Все последующие действия происходили под контролем оперативных служб. В ходе грамотно-спланированных следственных действий и оперативно-расследственных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления, а также МВД по республике Татарстан, после передачи мужчине наркотических средств полицейский был задержан. При этом в ходе обыска, проведенного в его гараже, было изъято еще около 4 грамм наркотического средства растительного происхождения. По данным фактам было возбуждено сразу три уголовных дела. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также превышение служебных полномочий. Обвинение еще не предъявлено. Задержан и уволен из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сегодня следствие попросило арестовать Марата Шахинорова как минимум до конца апреля. Оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия суда, использовать свое служебное положение, заинтересован начальника отдела контроля за оборотом наркотических средств ОВД по Илладушскому району, оказать давление на свидетелей по уголовному делу, уничтожить доказательства или иным путем помешать установлению единственного уголовного дела. Сам же подсудимый, как и его защита, просила более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Аргументы, наличие малолетнего ребенка, а также долги. На оплату кредитов уходят больше 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, он заявил о своем нежелании скрываться от следствия. Хотя бы в это время тяжело для семьи, я буду находиться дома, смотреть за ребенком, а хотя бы жена супруга смогла бы выйти на работу и оплачивать кредиты. Препятствия следствия я не буду, никаких действий принимать не буду. Это для меня ниже моего достоинства. Взвесив все за и против, суд оставил Марата Шахинорова под стражей. До 27 апреля нынешнего года. Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный. 8-98-69-112-112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет. Редактор субтитров П, Л.С. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok